В древности, один мудрец сказал, кто сделает автосим, в котором слетают настройки, тот пидор. Так вот, так называемый Project Cars, где мои настройки, сука? Ты обещал принести мне 5 грамм настройок, я нихуя не вижу. Где моё схождение, где мои аморты, где мой кокс, Тони? Я разозлился и насрал соседу под дверь, кто-то ведь должен за такой пиздец отвечать. Привет, это школа гоночного мастерства от зима. Я вспомнил о превосходной категории GT3 и решил зайти в гонку. К моему сожалению, был понедельник и всё местные торчки свалили на завод, зарабатывать на героин, дизом, рафин, винт, спайсы и крек. Поэтому мне пришлось целый час ждать лобби, чтобы погонять с местными знаменитостями и разбить ещё одну воображаемую Audi. Кстати, вот вам немного обоснованной теории, если не хотите заработать спид-задницы, не выбирайте ничего другого из этой категории. Audi must have, true choice, Audi для победителей. Но это касается только GT3. Я катался на Audi из LMP1 и это хуже, чем пытаться оседлать местную кошку из подъезда. К сожалению, сейчас я нахожусь на стадии выяснения отношений с Project Cars. Я сказал ему, что если он не начнёт хорошо себя вести, мне придётся найти другой симулятор. В ответ на это я вылетел на траву и оставил попытки показать хороший результат, ведь оставалось всего 30 сраных секунд. Перед стартом гонки я собрал братву с района и пошёл ломывать пизды организатором. И результат налицо, я стою вторым на стартовой решётке. Но тут же я заметил опасность. Сразу передо мной стоял водитель BMW. Я бы наехал и на него, но водителей BMW и своей братвы немало. Так что будем разбираться с пидарком по ходу гонки. Так, ну ладно, пенальти не словил, никого не сбил, неплохо. Я думал, что перебрал с винтом и думал, меня преследует шкаф, но это оказался простой бендли. Также, я обнаружил, что один тяжелозадый пидарок обогнал меня, ну а чё, меня так никто стартовать не научил, а у этого пидарка пробуксовка только под приходами была, с его то задом. Вот если есть повод любить спа, так это за этот поворот естественного отбора. Не прибегая к особым детективным методам и ритуалам, мы можем обнаружить три вылетевших прямиком в Адаутисто. А вот, что мы можем увидеть там ещё. Проезжий круг, я заметил, что с управлением что-то не так. Вот только не надо мне сразу говорить про спайсы, я ими не ширяюсь, а просто машину заправляю. Я не прошёл первый же поворот, развернулся, засадил местному нигеру в ответ за шкаф и разбил машину. Но что интересно, я точно помню, что у меня в настройках было выставлено соотношение поворота руля колёсам 11 к 1, что примерно 540 градусов руля, однако, посмотрите, мой руль крутится на все 900. За такие вебаны я обиделся на Project Cars и пошёл играть в ассету. Поборов рекордер, который наотрез отказывался записывать ассету, я зашёл на какой-то сервер и выбрал GTR, потому что Audi R8 была занята кем-то другим. Что за правило? Хочу R8. Мне кто-то сказал, что для езды по треку нужно ставить спереди кембер больше, я так и сделал и поехал смотреть, что за чудилы обитают на данной местности. Не успел я выехать из боксов, как тут же наткнулся на местного бандита. Я испугался и уже думал уёбывать ко всем чертям, но тут ограничение на скорость в боксах 80 км в час. Я бы был злой на это, но в Project Cars вообще в боксах рулить нельзя, так что всё окей, всё нормально. Местные власти сделали хороший форс-фидбик, а вот дорогие криминал не регулируют. Поэтому я влепил веща местному бандиту и начал удирать от него. К моему удивлению, я не влетел в чёртову стену на первом же повороте и даже держал местного бандита в ижовых рукавицах. Увидел одного довъёбывавшегося на Феррари, так ему и надо, я продолжил драпать и уже думал, пиздец, ща разобьюсь в затяжном повороте, но к моему удивлению, я его прошёл. Но радовался я недолго, бандюга достал ствол и прострелил мне кроссовок. Я развернулся, увидел, что у меня включил ассисты, вышел, чтобы выключить их и не смог вернуться на сервер, так как он был забитый. В общем, я подумал, что хватит с меня сегодня этого пиздеца и пошёл играть в КТА-5. Ещё раз спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь и лайкайте, если хотите ещё школы. Всем пока, не опаздывайте в школу, делайте уроки во время и не дерзите учителям.